Всем привет! Сегодня у нас будет видео такое болтологическое. Может быть, все наши мои девочки, даже не знаю, как я его назову, просто без какой-то определенной темы хочу с вами поболтать. Давно такого у нас не было. Я хочу вам посоветовать фильм из последнего, что мне понравилось. Когда я советую фильм, он вам очень многим нравится. Фильм просто бомба. Он очень старый, кстати, в этого года. Он весной, наверное, выходил или летом где-то. Короче говоря, в интернете вы его по-любому найдете. Легко достать, посмотреть. Я имею в виду нелегально, не оплачивая в кинотеатре и все такое. Фильм называется «Красотка на всю голову» по-русски, по-английски. Я не помню, как он назывался. То, что-то там про же, про красоту, crazy pretty, не помню. Если я увижу какую-то ссылку, я постараюсь найти его под видео, конечно, оставленный. Это фильм. Фильм бомба. Я его советую посмотреть всем женщинам. Это наш чисто бабский фильм. Но с точки зрения психологии, какой он офигенный. Он так хорошо все показано. Он так хорошо нас всему этому учит, что многие женщины увидят себя со стороны. И это и смешно, и комедия. И реально там есть смысл очень-очень глубинный для женщин. Короче говоря, женщина средних лет живет вроде как в Нью-Йорке, да, в Америке. И она толстушка, и, знаете, это типа дневника Бриджи Джонса вначале, когда она полненькая была неуклюжая. И у нее жизнь как-то из этого не ладится. Короче говоря, все проблемы в нашей голове, да. Она идет когда-то там в тренажерный зал, ударилась, короче говоря, головой. И видит себя офигенно красивой, крутой, перерожденной в зеркале. Но на самом деле ничего не изменилось. Она такая же полная, такая же неуклюжая. И вот эта уверенность, я смотрю в зеркало, как она офигенная. Это так показательно. Когда она вот ударилась головой, и в спортивном зале ее отношение людей, это так видно, как люди к тебе относятся, когда ты в себе не уверен, ты себя не любишь. И когда ты становишься в себе уверен, любишь себя, а внешне ты по сути не изменился, но она-то думает, что изменилась. И как люди вокруг начинают к тебе относиться, когда ты в себе уверен. Это и о красоте, и о самовнушении, и о самооценке. И фильм просто шикарный. Всем женщинам советую. Вообще, мужчинам, ну, им, может быть, неинтересно будет. Вообще, всем людям, про самооценку, как нести себя, как любить себя, потрясающе. Это просто муа. И вот реально, я фильмы стала смотреть не очень много, к сожалению, в последнее время, но за весь год, что я посмотрела, вот душевно так откликается вот этот фильм. Кто спросит у меня, что интереснее у кого такого посмотреть, даже чтобы еще и задуматься, и поржать можно было. Легко, и при этом не глупое кино. Вот это посмотрите. Там есть о чем подумать, и каждый себя в чем-то увидит. Ой, фильм просто бомбанный. Честно говоря, мне кажется, я его еще раз пересмотрю. Из последних сериалов я не смотрю уже давно. Какая-то фигня по телеку в основном идет. У меня, кстати, на телевизоре здесь, у нас идиотский такой дом, у нас столько... Есть в Турции русские каналы всякие, там, СТС, вы же в отелях их добываете, видите. Это всякие кабельные, не кабельные, как называют, спутниковые каналы. У нас есть спутник, мы за него платим. У нас, кстати, провайдер ДСМАРТ. Ну, черт побери, на нашем доме, короче говоря, антенна, короче, именно на нашем доме антенна определенная, и она показывает только два у меня канала. Есть Россия-24 и РТР-планета. РТР-планета, это которая цензурная для иностранцев. И Россия-24 просто в прямом эфире идет. Ну, собственно, два таких канала, где смотреть нечего. И поэтому я обращаюсь всегда к интернету, телевизору я не смотрю. Раньше я смотрела... Это к видео, о воросте моих видео, помните? Недавно было вот к этому, да? Я телевизор не смотрю. Раньше смотрела новости первого канала по компьютеру. Так как у меня есть РТР, там, утро, доброе утро, я только смотрю, кстати, на канале Россия. Там есть новости, и поэтому я новости в интернете даже смотреть перестала. И, короче, я вообще с телевизором не дружу. Из сериалов последних мне нравится. Я смотрю по интернету, жду новую серию раз в неделю. Домашний арест от ТНТ. Там мне деревянка, я очень люблю актеры. И, блин, забыла, как эту девушку-блондинку зовут, которая ему там помогает. Хохорикова? Забыла. В общем, она мне тоже очень нравится. Классные актеры, классный сериал. Острый политический, на злобу дня. Если вы не смотрели видео, оставлю ссылку. Видео о моих ворованных видео, о том, как воруют видео на федеральных каналах, клепают новости. Я просто, я ничего не затрагивала. Политику не говорила. Я вообще, то есть никакой критики политическому строю нашему не делала в моем видео. Теги под видео очень простые, типа там новости, журналисты, что-то в этом роде. Я тегов-то особо не пишу под видео. Девочки, на следующий день, как вышло видео, мне это написали с официального канала в YouTube и группы Роскомнадзора. Знаете, да, кто такой Роскомнадзор? Если блогеров смотрите, вы в курсе. Роскомнадзор – это те, кто приходят к блогерам домой, просят объяснительные бумажки, вызывают в органы полиции, милиции для каких-то объяснений. Короче, кто бледет цензуру на нашем телевидении, интернете вообще. Вот вы мне скажите, как, каким образом на просторах огромного миллионного YouTube мое скромное видео без опознавательных знаков? Кстати, ничего криминального, в котором не было сказано, только слово пропаганда, оно присутствовало, промывание мозгов. Все, я даже пересмотрела видео специально, там нет ничего. Как его можно было найти и зачем, собственно, да? Вот кто об этом не задумывался, либо не верит, подумайте о том, под каким клубаком мы с вами живем и насколько интернет контролируется, скажем так. А вообще, в этой касаемо теме, товарищи, если вы меня смотрите с Роскомнадзором и видео, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, блогеры, которые в другой стране живут, увещают из-за границы загнивающей, склонны когда-либо что-то сказать, может быть. Они, конечно, мониторятся, может быть, какую-то пропаганду другую нести, хорошую, позитивную к людям. У меня канал чисто женский о косметике, психологии и культуре людей в другой стране. Это раз. Два. Я вас не боюсь, и на моем канале я прекрасно фильтрую все, что вылетает из моего рта, я прекрасно знаю, в какое время я живу, что можно говорить, а что нельзя. И, к сожалению, ваши угрозы и намеки, ну, для меня они вообще никак мимо ходом идут, понимаете. Они безуспешны, потому что я прекрасно знаю, что я чиста, как белый лист. Поэтому можете при себе все это оставить, но тем, кто, например, не верил в такое, я вам хочу сказать, вот я вам честно рассказываю, буквально 12 часов после выхода неприметного видео ко мне уже обратились с намеками и угрозами моему каналу, не в частности мне, что ни в коем случае Роскомнадзор мне не угрожал. У меня, кстати, к вам еще вопрос есть. Вы замечали в видео, что я просто издеваюсь, хаю, оскорбляю турецкий народ, в частности турецких женщин, и пользуюсь тем, что они не знают русский язык и не могут мне ответить. Вот так. Я когда такие комментарии читаю, я просто, блин, мне всегда хочется спросить, в каком месте, где я кого-то гадила, где я кого-то оскорбляла, унижала или еще что-то. Вот напишите, вы это чувствуете под видео или нет? У меня никогда нет такого посыла, вообще позыва кого-то унизить каким-то образом, кого-то возвысить, например, или я стараюсь вообще не сравнивать странную культуру, и все такое прочее, потому что мы просто разные, и нет смысла сравнивать. Ну и плюс, естественно, я понимаю, что это несет какой-то для кого-то, не для всех, но будет нести какую-то негативную подоплеку у многих, любят, даже додумают то, чего нет. И вот это по таким вот рельсам пойдет, и неизвестно, куда уйдет вся эта история. И как любят перековеркать порой твои слова, неизвестно вообще как, что ты даже не вкладывал какой смысл. Но такое, чтобы я вообще... Мне кажется, я всегда стараюсь, не то, что мне кажется, я всегда стараюсь, наоборот, просветить, рассказать что-то о Турции, мифы какие-то развеять, но чтобы я, блин, порочила, хаяла турецкий народ. Блин, я не знаю, но если в моих рассказах что-то такое есть, и кажется, что это плохое, то это просто есть в этих людях, и я тоже должна об этом правильно сказать, я же не могу говорить только хорошее. У меня есть видео одно, и мне кажется, оно попало просто в какую-то... ну, какую-то сферу, короче говоря, социальную, какую-то группу, скорее всего. И одни женщины, и мужчин нет. Пишут комментарии под этим видео из наших бывших стран Советских Республик, из СНГ, тюркских народов. Не будем что-то уж прям дотошно говорить, кто это, да, кого-то оскорблять. И они прям так ревно к этому относятся, ты гадишь турчанок, прикиньте. Я была просто в шоке, такой негатив. Ну и сначала мне это немножко напрыгло, думаю, блин, это же несправедливо. Я по факту просто говорю то, что здесь есть. Потом я поняла просто, что это люди с огромной любовью к Турции, которые хотят здесь жить, но здесь не живут по каким-то причинам. И они очень ревностно относятся к Турции, к народу, и очень сильно любят. И даже, может быть, какие-то негативные стороны, которые здесь есть в стране, у людях, они видят в этом только позитив. У меня вопрос возник, откуда, может, кто-то в курсе у бывших наших советских, тюркских народов из Советского Союза, это не казахи, почему у них такая любовь, и многие женщины, именно их национальности, хотят жить здесь, в Турции. К этому очень ревностно относятся. И там, турчанки наши сестры, мы прям, блин, за них горой, всяко-разно. Хотя я негатива никакого не говорю, у меня бочку катят. Мне просто интересно, что я упустила. Я вообще не понимаю. Даже есть такие, которые себя называют турчанками. А тут же находится в комментариях кто-то, кто напишет, какая-то там турчанка, ты там свою фамилию увидела, и там траля-ля-ля. Короче, такие споры огромные идут. Очень интересно, короче говоря, мне надо тему узнать от вас. Может, я что-то пропустила. Я точно что-то пропустила, я не в курсе. Того, что происходит. Вот такие дела на канале происходят. Но вообще мне хочется, чтобы люди могли порадоваться за других людей, улыбнуться, что-то хорошее, когда позитивное. Вот смотришь блогера, он ничего плохого не говорит. На нейтралке, либо позитивное что-то. Ну, Господи, зайдешь под комментарии посмотреть, такой вообще хай идет на него, ни за что. Просто потому, что человек хорошо все, люди не могут воспринять это, их бесит то, что у них в жизни все плохо. И мне кажется, вот вы это заметили, когда я начинала смотреть YouTube, наверное, лет пять назад, это было более позитивное, интересное место для общения, социальная такая сеть. А сейчас, во-первых, более политизировано. Второе, под колпаком у определенных органов, и ты должен контролировать то, что ты пишешь, говоришь, потому что законы у нас в стране такие приняли, да, о интернете и всем вот этих делах. Но при этом сами эти структуры, которые ввели эти законы, занимаются, как скажем так, незаконными деяниями, да, всякими ботами, которые формируют общественно-социальное мнение, да. И третье, мне кажется, стало более... Это наш русскоязычный YouTube, в американском нам по-другому. Люди стали более злыми, и негатива в стране больше. Я понимаю, что это связано с деньгами, с политситуацией в стране, социальной жизни людей, что жизнь за последние годы стала хуже в стране, потому что курс доллара, все вот эти дела, реформы различные. Но, блин, вот это все несут, куда нести, да? Все несут в интернет, и в частности вот на YouTube. Сколько стало озлобленных женщин. Вот такого не женщин, а прям бабья какого-то. Как люди считать стали еще хуже. Я раньше думала, это пипец, но сейчас еще хуже считают чужие деньги. О, боже мой! И вообще, мне кажется, что негатив, что-то плохо, все прут на YouTube. Отложить эту личинку, очиститься в комментариях где-нибудь, с кем-то поругаться, поспорить, станет легче, и все, иду дальше в реальную жизнь свою. И это, в принципе, это правильно. Людям надо где-то очищаться. Но, блин, ну почему нет никакой ни культуры, ни воспитания у людей? Это очень расстраивает, потому что это, как это назвать, закономерность какая-то, которую я заметила, она не в позитивном ключе, а в негативном. А мне бы хотелось, чтобы наше общество, наши люди, в частности зрители, и кто посещает YouTube, потому что это ко мне относится напрямую, да, хотелось, чтобы люди были более добрые, позитивные, но это, к сожалению, не так стало гораздо хуже в этом плане. Люди стали более злые. Я прекрасно понимаю, почему это. Но мне кажется, вообще, когда этому настанет конец, придет, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Заметили ли вы изменения в блогерах и в подписчиках, в комментаторах под видео? Стали более добрыми, более злыми, может быть, более каким-то скучным, в частности, блогеров? Блогеры все-таки стухают вот этого бьюти-формата. Я это замечаю. Становится мне интересно их смотреть. Как-то все одно да по одному идет. Вообще, что вы думаете по поводу этой тенденции? Интересно почитать будет ваши комментарии, рассуждения по этому поводу. Я надеюсь, было видео для вас интересным. Если вы смотрели фильм, либо посмотрели после моей рекомендации «Красотка на всю голову», очень интересно, что вы по поводу него тоже скажете. Жду комментариев, скоро увидимся. Всем пока!